Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий персик. Сегодня мы будем готовить очень быстрый, вкусный и простой десерт к чаю, который делается всего из трех ингредиентов и по времени занимает 15 минут. Нам понадобится 500 грамм слоеного теста, 200 миллилитров сливок и 200 грамм сгущенки. Присыпаем рабочую поверхность слегка мукой, у меня это был силиконовый коврик, я всегда использую его для раскатки теста. Кладем на него слоеное тесто, предварительно размороженное и слегка растягиваем руками или раскатываем скалкой в одном направлении. Лучше всего слоеное тесто размораживать при комнатной температуре. Достаньте его из упаковки, положите на тарелочку и оставьте на столе примерно на 30-40 минут, потом с ним уже можно будет работать. Теперь берем острый нож и нарезаем наше слоеное тесто на небольшие квадратики. Застилаем противень бумагой для выпечки и складываем на него нарезанное слоеное тесто. Обязательно оставляйте расстояние между кусочками, потому что тесто очень сильно поднимется при выпечке. Выпекаем тесто при 200 градусах примерно 13-15 минут. И пока приготовим крем. Нам нужно взять глубокое блюдо и просто смешать в нем сгущенное молоко и сливки. Если вдруг у вас нет сливок, можете взять обычное молоко, желательно все-таки чтобы оно было пожирнее. Просто налейте все в блюдо и перемешайте обычным ручным венчиком. Ничего здесь вбивать не нужно. Теперь берем наши готовые испекшиеся румяные квадратики, складываем их в тарелочку и заливаем готовым кремом. После этого оставляем десерт постоять при комнатной температуре минут 15. Можно убрать его в холодильник на подольше, оставить, например, на ночь. Десерт должен хорошо пропитаться кремом и тогда он станет невероятно вкусным. Можете складывать квадратики, как я, слоями, заливать каждый слой кремом, а можете просто положить их в глубокое блюдо, залить кремом и хорошенько перемешать ложкой. Здесь разницы нет абсолютно никакой. Делайте так, как вам удобнее. Быстрый десерт из трех ингредиентов к чаю готов. Такой десерт получается, ну, очень вкусным. Муж сказал, что он ему напомнил настоящий торт Наполеон. Только делать его намного быстрее. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, пишите в комментариях, если рецепт вам понравился и подписывайтесь на мой канал.